МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По данным Национального исследовательского совета по вопросам питания, здоровому человеку в день необходимо выпивать 8-10 стаканов чистой воды. Вода – основной химический элемент, участвующий в процессах жизнедеятельности человека, и поэтому ее употребление должно быть достаточным. Считается, что в норме это 30-50 грамм на килограмм веса. Обезвоживание организма может привести к серьезным проблемам. К повышению веса, сгущению крови, сгущению биологических жидкостей. У пациентов, которые мало пьют, чаще образуются камни в почках, камни в желчном пузыре. Не совсем легко удерживается артериальное давление. Поэтому пить надо много, и надо пить именно воду, потому что только вода пополняет сосудистое русло и восстанавливает все эти процессы. Понятно, что мы не выпьем 1,5-2 литра в день минеральной воды. То есть надо стараться природную питьевую воду. Есть методики водолечения. Это народная медицина, но она широко так обсуждается на форумах и среди профессиональных врачей. Японская методика, индийская методика, когда и сколько принимать. Но все сходятся в мнении в том, что надо запускать кишечник. Вообще надо начинать утро со стакана двух воды. Запускать работу кишечника, запускать работу организма. Именно при этом не кофе, не чай, как мы привыкли, а стакана двух воды. Воду надо пить не холодную, не горячую, а комнатные температуры. И в утренние часы количество жидкости должно быть побольше, а затем в течение дня оно должно идти ровно. Пить нужно непрерывно, небольшими глотками. И все будет хорошо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!